Но! Результат замечательный. В библиотеку стали приносить книги люди, сдавать. 60 тысяч книг в библиотеке за год собрано. Причем, знаете, я всю жизнь ценил, я с уважением относился к бедным людям, а сейчас с еще большим отношусь. Бедные люди несут книги, которые им нравились в жизни. Они говорят, на кому мы их оставим? Мы в вашу библиотеку, мы теперь видим, что людей интересует чтение все еще. Мы не верили в это. А богатые несут книжки после ремонта. Не подходит Магбет под люстру. Боже, какие они книжки приносят, богатые. Ну как им не стыдно. Один принес книжку, бизнесмен, руководство по работе на машине, вычислительной на Ире. Вот, он замолчал. Никто даже не знает. Это на уровне саратовских мамонтов по древности эта книжка. Еще один московский полуолигарх привез фотоальбом. Вы знаете, я ему в ножки упал. Говорю, спасибо. Вот просто без этой книги, просто библиотека бы не существовала. Фотоальбом «Московский водопровод». Для Риги супер книжка просто. А наш рижский банкир сдал кипу книг, среди которых было... Он жил в городе Томске, в юности. Там была книжка «Справочник прачечных города Томска за 65-й год». Я его сразбегал. Я говорю, слава богу, я искал эту книжку. Я сейчас собираюсь в Томск ехать с гастролями. Хоть бельишко постираю, наконец, возьму с собой. Но среди богатых надо сразу для равновесия вот что заметить. Среди богатых появились и здравомыслящие уже. Нельзя так всех мазать одной краской. И вот, например, издатель, его звать Ян, самого крупного издательства в России, мне говорит, я всю жизнь мечтал, чтобы хоть часть моих книг, которые я издаю, люди читали. Потому что я издаю и хорошие тоже книги, сказал он. Все точно определено словами. И поэтому я дарю твои библиотеки. И он так задумался, я думаю, ну сейчас скажет 500 книг. Я как раз был после того, как побывал у министра культуры. И он мне говорит, 10 тысяч книг. Когда он увидел мои глаза, а это были глаза Раскольникова, которого привезли в дом престарелых. Страшный образ я сейчас сказал. Он зажегся и сказал, нет, 20 тысяч книг, сказал он. И тут мои глаза изменились. Это уже были глаза Раскольникова, которого привезли в дом престарелых, но отняли топор. Потому что я понял, что мне перевозить эти книги. Вы можете 20 тысяч книг перевезти через границу и таможню. И я решил пойти правильным, законным путем. Я вообще человек, считаю, должен жить по закону. Ну это я приврал, конечно, но... Иногда должен жить по закону. Вот так вот скажем. И я пошел по чиновникам, подписи собирал. И вот один из чиновников мне насчитал, чтобы мне перевезти подаренные книги в библиотеку, которая работает бесплатно для людей, 17 тысяч евро. Чиновники удивительно не любят добрые дела делать. Более того, я резко скажу, но я знаком с некоторыми такими ребятами с заниженной планкой социальной ответственности. С бандитами. Среди бандитов в России есть люди порядочнее, чем чиновники. У них честь и достоинство есть у этих пацанов. А у чиновников нет. И я требую испытать сейчас гордость за наш народ русский. Требую. Мне бесплатно. Все книги перевезли контрабандисты. И даже таможня их не досматривает. Сказала, знаем, в библиотеку везете. Мы тоже хотим поучаствовать в этом деле, сказали таможники. Сколько же замечательных людей есть в России до сих пор. Я еще могу вам дать повод испытать гордость за наших русских людей. Книги стали в библиотеке воровать. Народ, который ворует книги, не безнадежно. И какие книги воруют. Фрегат Паллада украли Гончарова. Умберто Эко украли. И Люара с Джойсом украли. Донцовой ни одной книжки не украли. Вы представляете уровень развития посетителей наших библиотеки. Я даже звенелку поставил такую. И мы книги, шифр стали наклеивать. Вот эти наклейки с кодом, чтобы звенело. Но, конечно, разные люди приходят в библиотеку. Одна пришла такая женщина в возрасте. Говорит, продайте мне эту, эту и эту книги. Я пришла, у вас очень хорошие книги, я буду вас покупать. Говорит, здрасте, это библиотека. Она говорит, и что? Мы ей объясняем по-хорошему. В библиотеке книги не продают. Она говорит, да ладно, я всю жизнь работал в библиотеке. Мы продавали, и ничего, нормально. Но самое из этого приятное другое. Вот я много смеюсь, много рассказываю о молодежи, делюсь своими наблюдениями. И, в общем-то, критикую их, действительно. Но есть замечательная молодежь. Они вот приходят в библиотеку, они потянулись в библиотеку. Школы посылают в библиотеку на практику молодых людей, помогают расставлять книги. И вы знаете что? Они начинают интересоваться книгами. Они не читали книг многие, потому что не знали, что книги бывают. А тут они смотрят, о, картинки. И глаза зажигаются. Они приходят в библиотеку, вот эта молодежь, которая сидит в компьютере с утра до вечера, и с вечера до утра. Она приходит, эта молодежь, их видно сразу. Это бледные лица. Это сильно выросшие, такие, как огурцы белорусские. Вот так вот они. Мышц нет, кожа висит, как белье на веревках. Вот так вот. Глаза такие, как брюшко сама, дохлого, всплывшего. Я не видел никогда брюшко сама, но думаю, что так оно выглядит. И их жалко, они уходят. Я иногда иду по улице, и у меня идет какой-то человек такой, вот этот перец такой. Я говорю, а я так говорю, прекращай сидеть у компьютера. Откуда вы знаете, вы колдун? Че колдун, иди в зеркало на себя, посмотри. Есть вот эти люди, у которых уже в клавиатуре йогурт засох, крошки там пропылесо. Это вот хохочут задние ряды, вспомнили, что надо пропылесосить клавиатуру, наконец. А их еще видно, знаете почему? У них рука вот такая вот. Это гений компьютер. Я, когда вижу их много, вот этих, я думаю, кто родину защищает? Хотя, хотя, если их собрать в окопе, они вот так побегут на врага. Враг отступит, он этой страшилки не выдержит. Зато эти молодые люди, когда уходят из библиотеки, у них глаза зажигаются. Молодых людей сегодня надо зажечь. И тогда они начинают жить совсем другой жизнью. Один пришел вообще, вот пример. Молодой человек, лет 16-15, может быть даже, с признаками первой половой зрелости на лице, то есть в прыщах. И говорит, мне Бодлера, пожалуйста. Вы знаете, так приятно стало. 15 лет где-то на вид. А Бодлера спрашивают. И мои помощницы спрашивают, какой именно поэтический сборник тебе нужен? А он так завис и говорит, а это поэт? Ему говорят, а ты зачем его берешь, если ты не знаешь поэту? Он так помялся, а потом признался. Понимаете, говорит, ну у меня герлфренд есть. И она сказала, что, как же это объяснить, я же не камеди-клаб, что вот не будет ничего, пока я не прочитаю Бодлера. Баба, вы понимаете, какая сила в вас заложена? Вы можете мужиков образовывать посерьезнее, чем Министерство образования России. То есть просто ли сестра-то Аристофана на новом витке каком-то. И... А Бодлера не оказалась в библиотеке. А я был в этом... Ну просто жизнь не сложилась у пацана. Но у нас пятизвездочная библиотека, и мои помощницы позвонили мне в Москву. Говорят, Михаил Николаевич, привезите, пожалуйста, хоть какой-нибудь сборник Бодлера. Я пошел в магазин, купил цветы зла, привез. Мы ему позвонили. Говорим, приходи. Устроим твою жизнь. Он пришел, взял Бодлера. Через три дня я был в библиотеке. Он вернулся. Счастливо. Я его спрашиваю, ну? Он говорит, да! Да! Ну чего, говорю я. Будете и дальше? Он говорит, да нет. Она сказала, пока Маркеса всего не прочитаю. Второго раза не будет. Вот сила какая в бабах заложена, друзья мои. Нормально мужик отреагировал. Или его пощекотали, я не знаю, может он просто так. Но! Действительно обижаться на них невозможно, на этих молодых людей. Они приходят, такие добрые, светлые, ничего не знают. Какие книги они спрашивают? Повесть Лермонтова Гроза, Бунина Шинель, рассказ Толстого Матрёнин Двор. Гончаров, роман Облом. Ну у них тут по-своему все переваривается как-то. По-своему, сказки Корнея Ивана Чайкова, Некрасов, поэма «С кем на Руси жить хорошо?» Еще одна пришла десятиклассница, такая немодная, моднявая. Моднявка такая, гламурная. И говорит, а у нас еще коллекция аудио хорошая, аудиодисков, и там я классику собрал, хорошую, интересную, ну, лучшую, классические произведения, в хороших исполнениях. А она спрашивает, Чайковского мне? А я говорю, а что именно? Она говорит, подумала, говорит, the best. Несколько молодых людей спросили писателя Гашика, но назвали его Гашик. Пьесу попросил один, это, Сирано де Ширак. Представляете, это часть поколения целого. Двое стоят такие, знаете, вот эти вот, у которых ширинка ниже колен. Ощущение, что они книги туда будут забирать, в эти джинсы. Один смотрит Лолиту Набокова с картинками, второй говорит, слышь, что за книга? А тот говорит, Лолита, Лолита называется. Говорю, ой, слушай, а там про их отношения с Цикало есть или нет? Но это даже поинтереснее был пацан, который сказал мне это, говорит, фанвизинг называется, по-моему, пьеса «Водоросель». То есть это, это просто какая-то, это не люди, это водоросли. Уровень развития водорослей. Ну, Анжелика и Варум, ладно там, дама с собчачкой. Один долго тер себе родничок, потом говорит, Тургенев, ну не помню, что-то типа, типа, и так задумался, что это, а потом выдал, типа, предки и выродки. Но и это не предел. Больше всего достается Гоголю. Вы не представляете, вот попал бедолага Гоголь. Дело в том, что у нее юбилей был в одно время с Пугачевым. К нему было привлечено особое внимание молодежи, поэтому. Многие ходили на фильм «Тарас и Бульба», прослезились. Мое поколение спокойно отнеслось к этому, может быть, даже не приняло этот фильм, потому что православный трэш – это не для нас совершенно. А молодежь прониклась, даже пыталась выйти на сайт Гоголя. Многие в живом журнале пытались чататься с Тарасом Бульбой. Одна пришла в библиотеку, попросила повесть Гоголя «Тарас и Бульба». Это, видимо, тоже белорусский роман. Тарас с мешком картошки за плечами. Вот. Я вам дальше боюсь вообще говорить тоже. А одна пришла, ну вот это вот, вот это. Говорит мне, Гоголя, Шанель. Моя помощница ей говорит, тебе не надо читать. Тебе не понравится. Почему? Она говорит, там пробников нет. Я, правда, я дальше боюсь вам рассказывать. Просто вы так хохочете искренне, как будто нас даже на телевидении не снимают. Говорит, тоже парень такой молодой, бойкий такой. Некогда времени, нет у него времени думать. Быстро говорит, дайте мне эту, я не помню, автора. По-моему, что-то фамилию автора пытается вспомнить. Наконец, что-то вспоминает и говорит, Близдик Аньки. Чего? Он говорит, Близдик. Аньки. Бедный Гоголь. Хорошо, что он не слышит, что он Близдик. У Аньки. Ну мы-то его почему... Мы даже не подумали, что это Гоголь. Но потом спросили, как называется. Он говорит, Вечера на хуторе. Нормально? А басня Крылова, как вам нравится, Мартышка и Очко? Спасибо. Спасибо.